Деревни Чистцы и Молоденова, поселок Летний отдых, Звенигород. За последние пять лет в Одинцовском округе были подтоплены 14 домов и 30 дворов. Основными причинами это могут быть как заторы, которые могут образовываться в ливневых стоках, канализации, когда уровень воды будет подниматься на дорогах внутригородских, внутриквартальных. Также за счет рельефа местности, где у нас есть низины, откуда воде некуда уйти. Затем это могут быть заторы на самих реках и ручьях. На смотре сил и средств, которые будут задействованы при ликвидации последствий паводка, аварийно-спасательное формирование Центра гражданской защиты Одинцовского округа. Спасатели готовы оперативно выехать в любую точку муниципалитета. Все необходимое оборудование и снаряжение в наличии. Для этого в ареноспасательном формировании имеется такое оснащение, как откачивающие средства для воды, это мотопомпы. Мы можем перекачивать воду на очень длинные расстояния. Также у нас имеются средства спасения на водных объектах, такие как круги, жилеты, концы Александрова и так далее для оказания помощи пострадавшим. Имеются плавсредства для эвакуации населения с потопленных территорий. В этом году пик весеннего паводка ожидается в середине апреля. Задача номер один перед ответственными службами – сработать на опережение. Особое внимание ливневым стокам. Тотально проводится осмотр, промываются все водослочные канавы, все люки, все возможные заторы, засоры разбираются после зимнего периода. Так, чтобы существующая система ливневной канализации работала тоже как часы. Активно включились в работу и коммунальщики. Им предстоит проверить откачивающее оборудование в многоквартирных домах. Если подтопление все же произойдет, на его устранение будут брошены все силы и средства МБУ. При необходимости на помощь придут пожарные и спасатели. Это машина, это техника. Когда, куда и в каком объеме выйти. Если прямо на чрезвычайной ситуации, у нас жизнь и здоровье людей образуются. Вся ботовуха, вся история связана с ЖКХ, это вообще дела. Здесь примечения спасатели. По поручению губернатора Подмосковья до 10 апреля будут обследованы все водные объекты, вода из которых может выйти из берегов. Особое внимание аварийным деревьям, навалам мусора, незаконным водоспускам и постройкам. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.